Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 27 апреля 2023 года. После разговора, состоявшегося по инициативе лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, свои заявления сделали в Кремле. Американская Washington Post назвала разговор Зеленского с Си и прогулкой по Канату. Путин с президентом Турции Эрдоганом дистанционно открыли атомную станцию АККУЮ. Ни Путин не смог прилететь в Турцию, ни Эрдоган из-за болезни не смог участвовать лично в церемонии открытия атомной электростанции, которая была построена совместно Турцией и Россией. Состояние здоровья президента Турции вызывает серьезные опасения, и не только в его кабинете, но и в самой стране. Многие задаются вопросом, сможет ли Эрдоган в случае своей гипотетической победы исполнять обязанности президента. Тем временем все слухи о том, что Эрдоган тяжело болен и у него проблемы с сердцем, его администрация тщательно скрывает и отрицает. Тем не менее, сам факт серьезного заболевания Эрдогана на сегодняшний день уже не подтвердяется сомнению. Об этом пишет в том числе дружественная к Эрдогану российская пресса. Вооруженные силы Дании подтвердили, что российский военный корабль находился непосредственно рядом с газопроводом «Северный поток», который впоследствии был взорван. Столтенберг перечислил, сколько получила Украина накануне наступления. Цифра получилась впечатляющая. Альянс завел о том, что передал совокупно порядка 98% вооружений, которое они обещал Украине. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня признала массовую депортацию украинских детей в Россию к геноцидам. Ну и, наконец, история с разговором Владимира Зеленского и Си Цзинпиня. Давайте с ней сегодня начнем. Итак, Washington Post назвал это геополитической прогулкой по канату, из-за чего американскую прессу достаточно серьезно обеспокоил факт самого этого разговора, поскольку они заявляют о том, что обе стороны вынуждены вести себя крайне осторожно, пытаясь найти баланс между интересами и конфликтами. В то же время, как отмечает издание Washington Post, для Китая сейчас крайне важно исправить ситуацию, вызванную неоднозначными заявлениями КНР в Франции. УШЕ, в которой он себе позволил слишком много сказать, и позволил сказать себе явно то, что думал не он, это было очевидно. Мнение ЦК партии Китая на то, что он выдал это наружу, создало Китаю огромное количество проблем. Тем временем, в самом Китае не скрывает удовлетворение от состоявшегося разговора и, самое главное, комментариев, которые публично озвучил президент Украины, выразивший удовлетворение относительно самого факта. Тем временем, западная пресса обращает внимание на то, что Китай не имеет ни морального, ни иного права выступать в качестве посредника на переговорах между Украиной и Россией. В первую очередь из-за того, что Китай является на сегодняшний день крупнейшим внешнеторговым партнером России, своеобразным спасательным кругом, покупая нефть, газ, торгуя с компаниями российскими, которые находятся под западными санкциями. Кроме того, Киев может существенно растерять поддержку западных партнеров, если сильно углубится в вопросах сближения с Китаем. Тем временем, напомню, сам Си Цзиньпин сделал неоднозначное заявление, которое было воспринято очень критично. На Западе, назвав Украину стратегическим партнером. Совсем недавно, напоминает Вашингтон-Пост, Китай достиг беспрецедентного успеха, выступив в роли посредника между Ираном и Саудовской Аравией. Также отмечают внимание на тот факт, что спецпосланник МИДа Китая, бывший посол России Ли Хуй, в ближайшее время, должен будет прибыть в Киев, а также посетить ряд других стран. Каких не раскрывается, но я уже высказал предположение, что скорее всего речь идет как минимум о Франции. Кроме того, западные аналитики обращают внимание, в первую очередь, на тот факт, что действия Си Цзиньпиня могут быть согласованы с французским президентом Макроном, который также жаждет примерить на себя мантию миротворца. Нельзя сказать, безусловно, что в данном случае Китай и Франция играют в четыре руки, но мы можем говорить как минимум о том, что какая-то часть этих усилий переговорных была согласована. Это же подтверждает более чем удовлетворенная реакция Елисейского дворца, озвученная накануне, где выразили достаточно сдержанный оптимизм по поводу состоявшихся переговоров между Зеленским и Си, в отличие от официальной позиции Белого дома, которую, напомню, озвучил Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, который высказал достаточно саркастические оценки, ну и их, собственно говоря, нам подтверждает и западная пресса. Тем временем, всех интересует состояние здоровья турецкого президента Эрдегана, который пока ведет очень тяжелую борьбу президентскую и, возможно, может даже проиграть выборы. Скорее всего, на эту ситуацию, крайне негативно, как ожидается, сыграет факт обострившихся проблем со здоровьем у Эрдегана, сообщается в частности о том, что у Эрдегана могут быть серьезные проблемы с сердцем, сообщалось в том числе о инфаркте. Информацию, естественно, опровергает представитель официальной администрации турецкого президента. Тем не менее, ряд изданий, например, «Аваз Тюрк», также газета «Чумхурьет» со ссылкой на председателя турецкой партии «Перемен» Мустафу Сарегюля пишут о том, что у Эрдегана за две недели до выборов возникли серьезные проблемы с сердцем. Это же подтвердили отмена множества предвыборных мероприятий, а также сорвано 25 апреля интервью в прямом эфире, который президент давал главному редактору телеканала «Ульке ТВ» Хасану Остюрку во время общения. Камера неожиданно перескочила с Эрдегана на ведущего турецкого телеканала «Остюрка», и потом трансляция прервалась, они ушли на рекламную паузу. Но перед этим журналист успел еще сказать «О боже!» Через 20 минут в эфир вернулся Эрдеган, он попросил зрителей прощения и сообщил о том, что якобы у него возникли проблемы с желудком. «Я даже думал, не отменить ли мне программу, но мы обещали и пришли», заявил Эрдеган. Естественно, что проблемы со здоровьем турецкого президента крайне нервируют его сторонников, ну а выборы в Турции и без того крайне сложные, проходящие на фоне недавнего катастрофического землетрясения. Главный оппонент турецкого президента, которого выдвинули 6 крупнейших оппозиционных партий, 74-летний Кемаль Кылыч-Дараглу, которого также называют иногда турецким Гандием, может опередить действующего президента, рейтинги их приблизительно равны, ну там 45-43% в среднем они получают. Но поскольку мы имеем дело с классической автократией, ситуация в Турции может сыграть, и это состояние здоровья президента Турции, может серьезно сыграть против него. Это крайне негативно может сказаться на перспективах России. Турция выступала одной из стран, которая помогала России выходить тайно, естественно, из-под режима санкций, через нее поставлялись необходимые элементы радиоэлектроники, необходимые для российского военно-промышленного комплекса, на это обращают внимание. Ну и апофеозом этой истории стало то, что ни Путин не прилетел в Турцию, ни Эрдоган лично не смог поучаствовать в церемонии доставки топлива на атомную электростанцию АКУЮ, куда, как ожидалось, они должны были прибыть оба. В конечном итоге, открытие доставка топлива произошла по видеоконференции. Саму АЭС АКУЮ возводила российская компания Росатом на Средиземноморском побережье Турции и предполагала, что это может стать одним из ключевых элементов избирательной кампании президента Турции. Но не получилось. И уже появляются такие оценки, что вполне возможно вот это вот общение. Эрдогана с Путиным может быть, по сути, прощанием с турецким лидером, даже если он, мы, конечно, ему желаем здоровья, как любому лидеру страны, в данном случае Турция дружественная страна к Украине, но прощание с турецким лидером, как президентом, будущим президентом страны. И вполне возможно, что вся эта история, она, еще раз повторю, потопит любые шансы Эрдогана на переизбрание. Ожидается, что избрание его соперника может привести к возвращению Турции более на про-американский, про-европейский курс и охлаждение отношений с Россией. Турция, понятно, играла сразу на несколько фронтов, но, тем не менее, избрание нового президента может серьезно поломать всю игру Путину, осложнить и без того для него перспективы. Ну и напомню, что Турция последовательно выступает за вопрос территориальной целостности Украины, а также передавала неоднократно предупреждение о недопустимости ядерного сценария, применении ядерного оружия, кстати, вместе с Китаем. Одним словом, вся эта история с состоянием здоровья Эрдогана очень серьезно играет, в первую очередь, против Владимира Путина, поскольку для Украины и для Запада избрание его соперника серьезно ситуацию не изменит, а возможно, изменит даже лучшую сторону. А для Путина намечаются очень серьезные проблемы, связанные с возможным прогрешем Эрдогана. Тем временем, Кремль прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся накануне между Зеленским и Си Цзиньпином, об этом заявил Песков, и нужно сказать, что в Москве достаточно напряженно восприняли, несмотря на официальный том, о том, что мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине, цитирую Пескова, и достижение России поставленных целей. Тем не менее, Песков даже заявил, интересно, откуда ему это знать, о том, что якобы вопрос возвращения границ Украины 1991 года не обсуждался. Оказывается, он все знает относительно переговоров Зеленского с Си Цзиньпином. Ну и естественно, что в Кремле восприняли достаточно настороженно, настороженно сам факт этого разговора, там очень долго радовались, глумились тому, что телефонный звонок Си и Зеленскому откладывается, и когда он состоялся в Москве, эту информацию восприняли как минимум с прохладцей. В первую очередь из-за того, что там, очевидно, подозревают, игру Макрона вместе с китайским лидером Си Цзиньпином, и эта игра, как считают, в Кремле и пойдет не на пользу интересов Москвы. Тем временем, еще сегодня произошло одно важное событие. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала массовую депортацию украинских детей в Россию геноцидом. Соответствующее решение было сегодня проголосовано. За него отдали голоса 87 депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это, безусловно, еще одна важная дипломатическая победа. Напомню, Путин объявлен в розыск решением Международного уголовного суда МУС как раз-таки по факту депортации. Еще один важный шаг в ту же сторону. Йен Столтенберг сегодня заявил о том, что НАТО передало Украине 1550 бронемашин, 230 танков и огромное количество боеприпасов и другого оборудования. 98% всех боевых машин, обещанных Украине, уже доставлено за Вилгинсек. Это даст Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий. Таким образом, все практически готово к украинскому наступлению. Кроме одного, не ценофакта, хорошей погоды. Пока в Украине установилась холодная дождливая погода, Естественно, ни о каком наступлении речи идти не может. В первую очередь из-за невозможности бронетехники двигаться по раскишей глине и чернозему. А так, сегодняшнее заявление еще более укрепляет в решимости украинских вооруженных сил начать это самое контрнаступление, которого ждут и ждут с разными эмоциями в Украине. В странах-партнеров с надеждой и оптимизмом, а в Кремле с достаточно серьезной тревогой. Ну и наконец, крайняя новость сегодняшнего дня. Вооруженные силы Дании подтвердили о том, что специальное судно под флагом Российской Федерации СС-750 находилось поблизости от места взрыва Северного потока. Эту информацию сегодня официально опубликовали государственные СМИ Дании. Они предоставили 26 фотографий российского судна СС-750 с датского патрульного катера, которые были сделаны неподалеку от острова Борнхорн 22 сентября 2022 года. Специальное судно, как сообщается, предназначено для проведения операций под водой и даже имеет на борту субмарину типа АС-26 приз. Таким образом, еще сделан один шаг в отношении версии того, что эти самые северные потоки подорвала сама Российская Федерация. Но в принципе, как предполагалось с самого начала, эта информация еще больше укрепляет в уверенности, что именно так это и было. Но по логике вещей это и было нужно, в первую очередь, Путину. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день 27 апреля 2023 года. Спасибо вам за просмотр. Если вы оказались на канале впервые, видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на канал. А постоянных зрителей канала попрошу, друзья, прокомментировать, расшарить, поставить лайк этому видео, чтобы его лучше видели. Если алгоритмы Ютуба, больше оперативной информации на моем Телеграм-канале, линк на который найдете также под этим видео. Слава ЗСУ, слава Украине. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. Берегите себя, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»